Уникальное сооружение, искусственный скалодром под открытым небом, единственный в своем роде в Смоленской области. Его строили в далеком 1987 году энтузиасты, люди, которые жить не могли без гор. На стенке проводились еженедельные тренировки и скальные занятия по выходным. Тогда в нашем городе функционировало множество секций, в том числе и турклуб под руководством Амира Волкова. Скалодром был излюбленным местом всех заядлых туристов, причем со всей области. Областные чемпионаты и соревнования федерального значения проходили именно на нашей стенке. С тех пор прошло много времени и за прошедшие годы все поменялось. Территория стенки больше не напоминает уголок оазиса для любителей туризма, а скорее проезжую часть. Что только не делали, чтобы сохранить это место. Ставили заграждения, шлагбаумы, вешали замки, но все напрасно. Замки срезают, а бетонные блоки, установленные Смоленской АЭС, которые весят не менее полтонны, постоянно сдвигают, перерезая удерживающие их металлические тросы. Желающих отдыхать на берегу именно с машиной под боком ничто не останавливает. А ведь в первую очередь это место занятий спортом, и там проходят различные соревнования и мероприятия. Сюда приезжают ежегодно смоленские кружки, клубы для проведения тренировок, проведения своих семинаров, занятий. Они здесь понеделями отдыхают, проводят тренировки. И тут уже весной мне те, которые по старым связям, звонят и говорят, мы, говорят, не можем здесь полноценно проводить тренировки, потому что здесь, как проездная дорога, говорит, ни веревки не выложить, ни это, ничего сделать. И они говорят, а так как они не могут выйти сами на, не знают, куда обратиться, они обратились ко мне, надо предпринимать какие-то решения. И это уже не только проблема нашего города, это проблема всей нашей области. Когда я увидел, как машины едут прямо на детей, и невозможно провести соревнования или находиться здесь, а просто отдыхать в спортивном мероприятии, это невозможно смотреть без слез. Бывшие воспитанники Десногорского турклуба, которые в свое время помогали строить, а в дальнейшем и облагораживать территорию скалодрома, не понимают, как можно так безалаберно относиться к одной из главных достопримечательностей города. Обидно, очень задевает заживое. Когда я приехал сюда, мне сказали, что здесь машины аж стоят прямо у стенки. До этого я знаю, что был Амир Саидович здесь. Первая мысль у меня была, как у него не было на месте инфаркта здесь. Потому что даже у меня были такие очень тяжелые ощущения. Часть людей просто на самом деле как-то не задумываются об этом. Надо просветительную работу какую-то вести, чтобы, может быть, родители детям своим рассказали, которые начинают ездить на машине. Да просто ходить на стенку, на такси приезжать. Я буду рад, если будут какие-то добровольцы, люди неравнодушные, которые готовы приезжать когда-то сюда, убираться, наводить, следить за порядком. Можете найти меня в социальной сети, либо можете выйти на организацию молодых атомщиков. Там есть Якименко, Дмитрий. И вот выходить на него, просто оставлять свои координаты, либо на меня оставлять свои координаты. И мы с вами свяжемся, когда у нас что-то запланируется по какому-то наведению порядка здесь и, может быть, восстановлению территории и благоустройству этой территории. Ежегодно предприятия города, работники станции, организации молодых атомщиков и волонтеры проводят субботники по очистке территории скалодрома и прибрежной зоны от мусора. Но этого явно мало. Пока люди не задумаются, что это не проезжая часть и не место для купания, все так и будет продолжаться. Ведь это совсем не сложно – оставить машину за ограждением и пройти до берега пешком, а после отдыха собрать и выкинуть за собой мусор. Для будущих поколений необходимо сберечь и сохранить все то, что оставили нам предыдущие – достоинства города, не только в его красоте. Но и в его жителях.